и так ладно ребят всем привет всем добрый вечер ну чё давайте погнали продолжим супер робот wars двое и сегодня у нас 49 сценарий из 52 это означает что нам еще четыре главы и мы попрощаемся с этими персонажами с некоторыми навсегда сниками так что погнали вчера у нас закончилась на вот довольно интересном моменте так из-за ну короче понятно тут ничего нету потому что на н отрубили валеру похитили так мостик флагмана гардион монти валер позволь мне быть первым кто лично поприветствует тебя на гардион меня зовут алфорс ром халардис командир восьмого флота гардион а у вас ребят действительно куча свободного времени наверное преследую учитывая что вы решили преследовать ямато аж до сюда вам чё не чем другим более важным заняться что ли да вам всем стоит быть ним на нет вы все наверное польщины вот насколько ценными мы вас видим особенно этот ваш робот с искусственным интеллектом у него есть имя юнайн завод кроме того я бы хотел прояснить одну вещь мы не проделали весь этот путь до сюда только ради удовольствия для нас это что-то типа возвращение домой возвращение домой вы что ребят как тогда когда-то жили там что ли да наша история очень длинная давным-давно супер цивилизация гардиона была на самом деле великой 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 космической цивилизации что была основана в этой самой галактике это было довольно упорядочное общество управляемая исключительно рациональностью и эффективностью не было никаких вложенных в пустую усилий когда мы что-то делали и наш наши пути это как мы все делаем потом в результате было распространено пара по всей галактике и вы называете это супер цивилизации что за имя конечно это звучит как будто гардин просто пытались засунуть свою цивилизацию в глотку других планет ваше предположение что мы просто вторглись на другую планету говорит как о том что у вас примитивный язык и философия осталось даже после того как вы террены вышли в корр космос нет мы 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 просто приносили просветление те кто кто приняли это были вознаграждены процветанию и миром в будущем а вы правы из того что вы мне показали ассимилируется с вами ребят реально звучит здорово а простите стоп о чем я вообще думаю ты еще ничего не знаешь но ты категорически против нас как ну вы ребят конечно можете может быть и являетесь самыми просвещенными существами во всей вселенной но я не из тех кто слушает того кто пытается действовать вот так с силой как бы нам придется согласиться с несоглашаемостью по этому поводу и совершенно ясно то что вам не хватает ума оценить нас да конечно давай иди вперед и так и думай дальше угу ладно так почему гардиан пропали исчезли все до этого времени ну в смысле я знаю что у вас ребят как не особо много друзей здесь было но я сомневаюсь что это было именно так можешь винить искандер за это мы были втянуты в долгую жестокую войну с ними и в немалой степени мы должны сказать еще раз спасибо за это за это волновому двигателю искандер значит они участвовали в войнах вы вы террона похоже видите искандерианцев как эмиссаров мира но к сожалению реальность намного сложнее позволь позволь мне просветить тебя касательно истины искандерцев м посещай а путь я забыл поставить еще со вчерашнего дня сек и и и еще всю ночь играл с пары процентов заряда так это все правда я полагаю что ты хоть немного но понимаешь смысл этого фильма этот свет это похоже на волновую пушку совершенно верно разрушительная страшная сила волнового движка энергии волнового движка искандер использовали энергию волнового движка для того чтобы напасть на много планет в прошлом и ты думаешь что на это попадусь это все сфабрикованная история что ты создал чтобы обмануть нас ничего меньшего ну если это то во что ты веришь то я могу тебя понять в конце концов тебе придется сказать себе чтобы ты стер все сомнения по поводу правды и да действительно искандерцы почти довели нас до исчезновения в конце концов восьмой флот гардиона в конечном счете стал последней надеждой на выживание цивилизации это все слишком неожиданно это вполне понятно примитивные умы такие как ваши естественно им нужно больше времени для того чтобы обработать такую информацию все ну дела спасибо за сочувствие позволь мне спросить кое-что более значимое для меня лично что на самом деле такое найм так ну давайте рассказывайте хотя я думаю уже и всем так понятно что и оно такое так история этого искусственного интеллекта длина извилиста она переплетается с удручающим падением гардена я могу обсудить это но это превратится в очень длинный разговор ну тогда просто кратко и быстро перескажи мне все ну да сейчас 3 часа будет текста нормальная я не против конечно но если есть хоть одна вещь у которого у таких существ с таким маленьким с таким несовершенным интеллектом имеют общее это желание все поторопить тем не менее это моя работа в конце концов просвещать и я постараюсь удовлетворить твои печальные потребности я буду очень благодарен спасибо нет нужды меня благодарить лидерство образование и присветление это обязанности для каждого члена гардиум какая скромность хоть и говорил о том что мы почти вымерли ранее это не означает что мы просто сидели сложа руки и позволили позволили этому вот так случится привет привет всем одна из немногих одна из многих мер которые мы предприняли для борьбы с обстоятельствами это так называемая не ванилина и что именно это такое не ванилина эта система создана для восстановления нашей цивилизации если она исчезнет то эта система создаст скальтивирует среду на другой планете для того чтобы восстановить гардиум снова знаете хотя ладно не стоит это будет спойлером другой игры так что не стоит скажем так почему то я подумал о дзамке дзеру завершение этой системы имеет первостепенное значение для нас и по этой причине нам и потребовались искусственные интеллекты которые работали и сражались вместе именно поэтому нам потребовался искусственный интеллект который работал и сражался наряду с тобой что при чем тут на и вообще я не знаю как она очутилась в твоих руках но най или как ты ее там называешь является это рабым терминалом в каком то смысле для самой системой неванилина ни ванилина ни ванилина вторичный терминал да да правильно так значит она часть ERS 100 нет значит она часть ERS 100 система регенерации земли в своем nó как оказалась на самом деле была частью э устройства восстановления гардиума Ну что, все частицы головоломки начинают собираться вместе Теперь я понимаю, почему Читосы и Найн были настолько озабочены тем Чтобы вложить все наше доверие в Искандер Они, должно быть, наверное, знали о плохой крови между этим и Гарденом Значит, Читосы присоединились к Гардену для того, чтобы одолжить эту вашу систему неванилина И использовать ее для восстановления Земли Я прав? А ты быстрее понимаешь, чем я думал Это вселяет во мне Некоторую надежду на терминал Что ты планируешь сделать, Снайн? Этот искусственный интеллект обладает ценными данными Которые Гарден не могли приобрести в одиночку в нынешнем состоянии Как только эти данные будут собраны вместе Мы, наконец-то, будем в состоянии завершить неванилина И приступить к воссозданию Гардена И какие же данные у Найн есть, из-за чего она такая ценная? Данные касательно терринов Нас Зачем тебе это? В нынешнем виде У восьмого флота имеется всего лишь один человек Среди своих рядов И данные, которые получаем мы от этого индивидуа Весьма субъективны и относительно Солдаты и командиры, которые мы сделали Используют имеющиеся у нас данные О людях Всего лишь прототипы Которые являются провалом С точки зрения выражения Своей точки зрения Думаю, я теперь понял тебя В Найн общалась С многими людьми Когда находилась Среди рядов АГС Space Wars Значит, эти данные Могут помочь тебе Усовершенствовать Свою работу Совершенно верно А также, несмотря на ее Ограничения Читоса Кисараги была полезной Как некто Довольно близкий К тому искусственному интеллекту На самом деле Я искренне надеялся Что конфликт Между вами двумя Ну, будет Чтобы Для того, чтобы Я смог Получить больше данных Для своего дела Для 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 кого-то такого Затянувшегося Ты довольно Больной парень Ну, ладно Не важно Ты получил то, что ты хотел Так что Сдержишь ли ты Своё обещание Читоса И Спасешь Ли ты землю Как ты сказал Естественно Я человек Слова Однако Возрождение Нет Возрождение Случится только После того Как мы Восстановим Свой Гардиум Что? И Когда это Примерно Закончится Используй хоть раз То подобие мозга Которое у тебя есть Сколько времени Это займёт Сколько времени Займёт Восстановление Нашей цивилизации Которая занимает Огромное пространство Галактики По текущим оценкам Если план будет идти Шагом в пять лет То ожидается Что это займёт Около Двадцати Лет Прежде чем Гардиан смогут Восстановить Вид свою Галактическую Державу И своё место Там Тем временем Мы Собираемся Использовать Вашу планету Террена Как Краугольный Камень Для нашей Новой Нации Цивилизации Что Ты же Несерьёзно Кто Сомневался Можешь Можешь назвать Это Вторжением Если хочешь Хорошо Известно Что Ваше Представление О наших Методах Кай Крайне Ограничено Только Представь Если Вы Такие Дикари И Такой Неочищенный Нерафинированный Вид Как Вы Смогут Принести Процветание Гардену Это Ж Большая Честь За то Что Я Предложил Вам Присоединиться Нет За то Что Я Предложил Присоединиться К вам Верно Вы Ребята Обманули Ее Это Не то Чего Читоса Хотела бы Честно Говоря Я Очень Дюлен Что Ты Делаешь Такие Заявления Уверяю Тебе Я Ни разу Не лгал Ей Об этом Скорее Все Она Просто Выслушала Мои Честные Слова И Выбрала Свой Образ Их Интерпетировать Который Наиболее Был Удобен Для нее В Действительности Это Все Неплохая Возможность Для Всех Вовлеченных Теперь Когда Терминал Может Узнавать Об эмоциях Тернов Теперь Теперь Терминал Может Узнать О эмоциях Тернов От нее Что От вас Не удалось Узнать Не особенно Интересно Узнать Такой Вещь Как Отчаяние Я Я бы Ему Посоветовал Кое Что Ты Отвратительный Ты Самый Низких Из Низких Это Должно Мне Как-то Оскорбить Попытайся Еще Раз Для меня Нет нужды Чтобы я Так сильно Волновался Из-за Какой-то Скромной Собаки Которая Сидит И лает Тебе Не нужно Так сильно Беспокоиться У нас Нет Намерней Избавиться От вас Пока что Тогда Что вы Намерены Со мной Сделать В конце Концов Мы Попросим Вас Помочь Нам Собрать Больше Данных Из Терминалов Учитывая Что Она Знать Знает Вас Больше Всех Однако Сейчас У нас Больше Есть Более Важные Неотложенные Дела Например Какие Уничтожить Стереть Этих Гамелианцы Гамелианцев В первую Очередь Они Правили Балом Тут В наше Отсутствие Довольно Долго Не Скажешь Не Думаешь Что Все Сценарий 48 Закрытие Книг Последние Страницы Так Лучше Звучит Попробуйте Попробуйте Взять Меня Террен Это Настолько Далеко Насколько Вы можете Зайти Окей Так Блин Без Валеры Как-то Не то Будет И Найн Хотя Может Не появится Потому что Там Что Небудь Валера Придумает И Найн Придет Себя Так Стоп Где Майто Где Тут Пошел Вон Салат Ну да Я еще Без них Зараз Уперед Не Ну у меня Есть Прокаченный Нормальный Как Это Как это Может Быть Я Никогда Не Думал Что Я Доживу До Того Дня Что Вижу Что Враждебные Инопланетяне Когда Либо Попробуют Сделать Шаг В Нашу Столицу Балерюса Эй Сетсуна ЕЛС Наконец-то Оставит Нас В покое Да Они По идее Больше Не должны Мешать Нам Они Все еще Не уверены Что с нами Людьми Делать Но По крайней Мере Мы Сделали Первый Шаг Но Что Насчет Гамильянцев Если Они Нападут На ЕЛС Снова У Нас У Всех Могут Быть Неприятности Определенно Если На ЕЛС Нападут Я Полагаю Что Они Будут Отбиваться На Этот Раз В Целях Самозащиты Мы Не Можем Это Допустить Поэтому Иначе Мы Действительно Будем Сражаться Бесконечно Вот Почему Мы Должны Упорно Работать Над Тем Чтобы Положить Конец Этой Борьбе С Гамильянцами Наконец Это Не Может Больше Продолжаться Командир Противник Флагман Противника В поле Зрении Хорошо Пришло Время Чтобы Мы Закончили Эту Войну Между Гамильянцами И Землянинами Раз И Навсегда Для Того Чтобы Сделать Это Мы Должны Сделать Не Меньшее Чем Сбить Самого Д Деслера Поняли Да Сэр Держись Валер Мы Скоро Придем К тебе Как Только Эта Битва Закончится Мы Придем Сразу За Тобой Это Обещание Блин То Чувство Когда У тебя Есть Друзья Что Хотят Спасти Цель Уражеский Флагман Любой Ненужный Ущерб Самому Городу Категорически Запрещен Всем Единица Вы Всем Строго Целиться На Флагман Корабля Избегать Повреждений Города Если Это Возможно Да Вот Так Ямата Идите Сюда Ко Мне Как Только Ваш Корабль И Люди Балараса Не Будут Путаться Под Ногами Гамелианцы Наконец То Вступят В Рассвет Новой Эры Так У Десура 2 КП Должно Упасть Ниже 20 К Чтобы Мы Победили Кстати Видели Хотя Не Наверное Не Видели Новости На Ютубе Начали Банить Именно Давать Страйки За 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 Панц Шот То есть Если я буду Стримить Игры с Панц Шот То Скорее Всего Да И Выкладывать Их А А Три Страйка Означает Удаление Канала Навсегда Так Так Что Все Ребят Конец Панцу Кто Там Ну и Хорошо Однако На Гуд Гейм То Их Никто Не Запретил Так Что У Нас Проблем Нет Просто Теперь Записи Не Будет Скорее Сего Ну Солар В смысле Ну Да На Архивах И На ВК Где Ж Еще Ну Че Ну Сами Знаете Кому За такое Нужно Говорить Спасибо Дожили Ребят Дожили Че Думали Сначала Омега Лабиринт Запрещает На Западе Потом Уже Видосики Игр Скоро Вообще Сами Игры Все Нормально Идем Деградируем Потихонечку В России Я видел Там Кого-то Сажают За Мемасы В ВК Начали Как бы Норм Че Норм Короче Надо валить в Японию На Нику Нормально Все Хотя Ну Да А А А А А А А А 50 51 чушь и 51 хотя сколько уй блин а сначала идет первое фаза с зелеными потом синие которые более элитный отряд а а а а а а а а а салар если бы я знал что такое то что ты написал последний я впервые вижу это слово ты сам знаешь что нет да вот вот Вперед. А, Т-поль защищает. Кстати, я видел на днях там новость, что четвертый мувик по АЕВИ наконец, ну, имеет более-менее приблизительную дату выхода. 2020-й в кинотеатрах. Ну, на блюрейках. Где-то в 2021-м. Ничего так. Ждать. Что-то АЕВИ прямо в центре внимания сегодня. АЕВИ АЕВИ Ну, по идее, можно зарашить, быстро подойти к боссу, завалить его, и все будет в ажуре. Ну, лишнего опыта не будет, так что, че спешите. Ой, это жуха. Ну, боже. Ну, я опять сейчас Курта потеряю. Блин, че-то у него мало хп, если честно. Че-то как-то бедненько. Я думал побольше. АЕВИ 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 рожь не что-то как-то издич все идет и как-то мало врагов сейчас сейчас что-то будет еще вот сто процентов вот прямо чувствую всем сердцем что-то еще чья будет гардиум скорее всего привет заза чуть этом бомбит сегодня заза я всегда его чека не всегда отвечаю если там что-нибудь что мне кажется странным или я не хочу читать ну или не глючит что редко бывает но бывает привет грейд давайте анимацию для разнообразия включим я пытаюсь конечно быстро пройти а то я насмотрелся уже анимации уже супер оба порс x насмотримся на ps4 красивее красивее вот точно файта а санта me а у нас Хорош, хорош, красава! Но я не могу верить, но не могу верить. Я не могу верить, но не могу верить. легко мне кажется если что с ней тут все замечательно скажем так лучше чем дома точно если дома всем насрать сдохни то тут не и нифига тут за тобой будут идти в определенном возрасте когда ты там будешь уже там за 50 чтобы обследование пройти грейм да именно это кроссовер где собственно собрали всех персонажей объединили миры и сделали свою сюжетку причем не рушая канон оригиналах и собственно оставляя сюжетки оригиналов тоже игры этой серии выходит еще со времен деньги несо с 80 по моему с 88 года выходит мэппи ты в чате ты должен знать ты у нас эксперт и хорош так что все мой кот готов так easy этот труп ну за ну да там где я работал у нас были кондиционер ты вообще во всех местах и потому все по последнему слову техники оборудован ну более-менее ты что если будешь влажать тебя быстро закроет еще штраф улезает тебе не шутки шутить хотя может каких-нибудь деревнях там какого-нибудь жопе мира может быть там тоже и мог может быть там тоже через жопу все ну за за да как я тебе сказал да есть 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 очень много причем вагон и для сами к ничьи змея а а а а а ска и это нам не надо 20 к ему труб ему хана он труп и и и и и и и и и на и и и и и и и ну почти почти ладно за за у нее не знаю к сожалению не знаю просто просто по загугли там что-то придет холм там более не знаю нам и их и втолкали еще когда училить так что укрепли пошла и 17000 хорош блин ну заставь а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Запрещено во всех странах. Идите в жопу. Вырежете этот момент. Ну, приехали. 91-й? А, окей. Я ошибся на 2 года. Значит, 91-я первая игра серии вышла. И вот непонятно, почему, блин. Неужели этот момент настолько сильно схож с тем, что в аниме? Ну, хотя... Да. Но прям настолько. Непонятно. Дичь, как обычно. Ну, если честно, они надоели уже со своими вот этими тупыми фигнёй. То-то нехорошо, то это нехорошо. Вот теперь панцу вырезай, если хочешь сокружать. Здрасте, приехали. Солар, лучше не спорить. Особенно с японскими правообладателями. Там жопа полная. Ну, да, это фэри, у юз. У меня даже монетизация включена. Хотя она на всех видео почти что отключена по автомату. Из-за того, что там постоянно что-то попадает не то. Да и как бы мне насрать, блин. Просто дайте мне загружать ролики и всё, как в записи. Может кому-то не понадобится. Или может понадобится. Может не понадобится. Вспомнит старый. Мэпи в смысле в Голливуд дошли до ГГГ. Можно подробней. По-понятней. Так. Я действительно повеселился с вами, Террена. К сожалению, время на исходе. Это ж мудила. Уразкое подкрепление прибыло. А эти ребята... Не хотят быть, не сходить мне сегодня. Я обнаружила... Всплеск высокие энергии в округе. О, Господи. Что, чёрт возьми, только что случилось? Я не знаю. Ну, что это за штуки вон там. Это Гардиум. Смотрите. Это Гардиум. Так, значит. Это те ребята, которые напали на Гамиллиан. Это Альфорс, Рохам, Халрис, командир восьмого флота Гардиум. У меня сообщение для того, кто тут отвечает за Гамиллианс. Так, наконец-то появился этот загадочный восьмой флот прямо у моего порога. Работайте на меня, и мне не придётся вас всех уничтожать. Сходя из того, что мы поняли, кажется, что Великое облако Мегалонова находилось под тираническим правлением во время нашего отсутствия. И это закончится сегодня нашей помощью. Пришло время, чтобы тебе и твоему народу пройти через существенную реформу от рук Гардиума. Приятно с вами познакомиться, командир Альфорс. Я Деслер Аблэп. Верховный лидер Великой Империи Гамиллианс. К сожалению, я не чувствую себя особо склонным прислушаться к вашему приказу о реформации. Какая наглость. Позвольте мне предложить вам кое-что другое, командир. Вы и ваши люди могут вернуться обратно к своей старой истории. Вместе с Терренами. И с остатками города, в котором когда-то я здесь был и сделал. Он убежал. Кажется, он не особо большую угрозу здесь себя представляет. В конце концов. Верховный лидер. Вы же не хотите сказать, что собираетесь бросить нас всех тут, не так ли? На радарах я заметил, они есть какую-то огромную структуру на орбите. О, да. Эти кадры из анимки. Интересно, с него забанят. Расчетная масса в 600 миллионов тонн. В 60 миллионов тонн. В настоящее время оно спускается из Лагранжа, из точки Лагранжа L1. Прогнозированная точка удара является административным зданием Гамилиан. Что? Вицекомандир, сэр, что случилось? Я не знаю. Я пытаюсь связаться с верховным лидером и узнать и посмотреть, что он знает. Что такое, Хис? Я просто... Мне просто стало скучно на Балерс 2. И, знаешь, я тут занят немного работой. Какой-какой. Ваше Че... Ваше Величество, что вы собираетесь делать? Почему промышленная зона из Балерса 2 падает на столицу? Это же разрушит весь город. А, это... Ну, это можно назвать обрядом просвещения. Ну, да, пусть так выглядит. Обрядом просвещения. Для чего? Ну, мой план заключается в том, чтобы уничтожить всех с Балерсова вместе с Терренами и уцелевшими силами Гарденом. это будет благородная жертва, которая откроет новую эру для Гамилья. Что? Вы че, серьезно, что они? Изначально я спустился на планету, чтобы замочить... замочить... заманить Терренов и попрощаться с людьми. И, однако, я не могу жаловаться насчет того, что придется еще Гарденом пожертвовать, который привез с собой. И, кроме того, не только часть Гардиума, но и... но прямо весь флот, последние их остатки тоже исчезнут из этой истории, раз и навсегда. Хе-хе. Бугага. Я отправил разведывательную группу в галактике Млечного Пути. На жаворнике. Потому что я узнал, что выжившие бежали туда. Но не то, что я ожидаю, что я найду фельдшотого Ваше Величество. Я даже не знаю, что думать. Как только эта операция будет завершена, я намерен... я намерен сбросить Бабурус 2 на поверхность самого Искандера. Ну, что-то, по-дому. С этого момента это мобильная городская крепость отныне. Новая имперская столица Гамелия. И это будет новым центром моей Великой Империи. И, кроме того, Бабурус 2 будет служить в качестве ссылки для связи наших великих миров Искандера и Гамелианс. Ну, что насчет нас, сэр? Что нам делать-то? Ничего. И здесь мы и расстаемся. Теперь моя задача стоит в том, чтобы гарантировать, что мы успешно сможем объединиться с Искандером ради всей Империи. Включая тебя. Вы понимаете, что вы делаете? Вы практически уничтожаете своих собственных граждан. Да. Вот почему я должен это сделать самостоятельно. Я один должен нести этот грех за то, что я привел в жертву наш великий народ, чтобы Гамелиан смог ярко с... чтобы Гамелиан смог стать более яркой и процветающей Империей в будущем. Я знаю, что это грех, который я никогда не смогу искупить. Искупить я унесу его с собой в могилу, если потребуется. Какого черта? Он полностью с ума сошел, что ли? Да что вы за лидер вы себя считаете, Деслэр? Ну, это лидер мудак. Прошу прощения. Но я думаю, вы со мной согласитесь, верно? Так, у меня срочное сообщение для командира Гардиума. Я предлагаю немедленное прекращение огня, чтобы мы могли помочь людям эвакуироваться из города. Будете ли вы с нами сотрудничать? Я не понимаю. Зачем нужно такое предложение? Нужно такое предложение? Че? Че? Что Гарден намеренно сделать тогда? Мы вернулись в великую, в великом облаке Мегаланова, чтобы реформировать Гамильенс. Однако, если они такие же безвкусные как вы террены, тогда они должны быть уничтожены. Понятно. Такие средства необходимы для того, чтобы возродить суперцивилизацию гардию. Такие меры необходимы для того, чтобы успешно возродить суперцивилизацию гардиум. Что? Сегодня что, все решили с ума сойти, что ли? Он не будет удовлетворен, пока Гардиан не убьет каждого гамильянцева до последнего в этом городе. Время еще и есть террены. Если вы желаете бежать, советую вам сделать это поскорее. в отличие от базовых технологий на борту вашего корабля, нам нужно немного времени, чтобы выполнить суперкосмическую передачу. Они собираются совершить варп этой структуры прямо перед ее ударом, из-за этой структуры. Оставьте это предположительно суперцивилизации, чтобы они использовали свою технологию перемещения меж измерениями, я полагаю. Да, но если мы сейчас уйдем, то они у нас нет никаких намерений жертвовать с собой. Более того, меня больше интересует волновой двигатель, который находится на вашем корабле. нет, не только двигатель, но и весь корабль. Это он жизненно важен, если мы хотим, чтобы когда-либо возродили землю. Ты точно что сказал, что-то о земле, что ли? Да, я сказал. Эта планета должна быть новым домом для Гардиума, когда мы начнем восстанавливать нашу цивилизацию. То есть, ты хочешь сказать, что вы хотите на нее напасть? Черт, ты все еще думаешь, что сможешь взять Ямато? Мы ничего не будем слушать, что ты будешь говорить, пока ты не вернешься нам обратно Валеру, Четоса и Найн. К сожалению, я не могу на это согласиться. Все они трое. Сейчас нам очень полезно. Полезно. Ты их видишь только как инструменты, не так ли? И также используешь. Да. И кроме того, искусственный интеллект это то, что изначально было построено нами, так что во всяком случае, она наша собственность и только наша. Какая разница, кому она принадлежит? Она живая. совершенно верно. Найн, наш друг. Называет свой искусственный интеллект другом и заявляет, что она живая? Я никогда в своей жизни не слышал нечто более абсурдного, чем это. Да, вы определенно низший вид. Не без причины. Как ты смеешь. Ты даже не пытаешься понять нас всем единицам приготовиться к перехвату Гардиума. Командир, вы уверены? Да. Нам придется сразиться с Гардиумом здесь. Не только, чтобы защитить себя, но также, чтобы защитить землю и невинных граждан Балареса. понял. Рад слышать. Пришло наконец-то время положить, поставить Гардиум на место в раз и навсегда. Да, но у нас мало времени. Действительно. Если мои расчеты верны, у нас всего лишь 4 минуты, чтобы закончить работу. Будем использовать все, что можем всем единицам уничтожить флагман Гардиума в течение 4 минут. 4 ходов, значит, да? Как только они падут, мы ударим упадающие структуры с тем, что у нас есть, чтобы уничтожить ее. У нас не особо много времени, но это лучше, чем ничего. скоро вы выйдете оттуда и будете у нас валер 9. Держитесь. Блин, я думаю, что уже конец, но нет. Мы уничтожим этого властелюбивого диктатора и придем и спасем вас двоих немедля. Я бы хотел посмотреть, как вы себя пытаетесь сделать. Да, победи за 4 хода. Так, сделаю на всех случаи сейв сейв. Нет, хочу, хочу. Так, ладно, значит, у нас мало времени. Нужно нацелиться на флагмант. их не а мелочь насрать. Будем просто отбиваться от них. таск может отбиться, нормально, сейчас можно еще поближе. нет, нельзя настолько близко. Она не может отбиваться. Нормально. Ну, знаешь, мы сейчас игры стримим, а не насчет этого дела общаемся. Так, что, как бы, да, немного отойти от темы можно, но не так жестко, как ты сейчас это делаешь. Обычно у нас бывает, обычно бывает ночные, в очень ночное время, когда идут серьезные такие дичевые разговоры. Но обычно мы пытаемся до 12 о таком не общаться. Это всегда споры, это всегда не, ну, как бы, просто немного так можно, не прямо настолько насколько ты. Так, что забей, это нужно нормально обсуждать они. Так, 38 минус корт. Да, все, упал. Я думал, что ему хватает хп. Переоценил. Хп, точнее, процент хп. О, какие люди. Нет, Таск нормально, нормально вообще. Тут стоит и мочит их всех. Блин. Эй, эй, ты чего? О, он начинает... Блин. Окей. Надо его захилить срочно. Чё-то как-то... Ну не расстраивай ты меня. Что оно стоит? Тебе мой. Эй, ты чего? Эй, я его пойму. Чё... Эй. Что, почему Террены все еще там? Неужели они остались, чтобы защитить нас? Это интересный поворот события. Возможно, на самом деле вы, Террены. Нечто большее, чем я изначально предполагал. Но не важно, что вы здесь делаете. Как только это закончится, я очень тщательно изучу каждый бит этого искусственного интеллекта. Данных этого искусственного интеллекта. Ну все, пора мне бежать. Насколько я понимаю. Я должен бежать, пока они заняты боем. А ну остановитесь, Монте Валери. Если вы сдадитесь сейчас, я могу гарантировать вашу безопасность. Что? Почему вы здесь? Как вы всегда, ребят, можете просчитать каждое мое движение. Вы действительно хотите это знать? Вот ваш ответ. Найн. Ага, понятно. Ты почти знаешь меня как... Как свою ладонь. Так что, конечно, ты могла бы догадаться, что бы я хотел сделать дальше. Меня зовут не Найн, а раб 2044. Может быть, ты не родилась как Найн. Но мы дали тебе это имя. И определенно, она лучше, чем... Это твое... Жуткое имя, которое назначили. Любое другое имя, выходящее за рамки базового обозначения, не требуется. Ой, да ладно! Знаешь, ты такая скучная, когда вот ведешь себя так. Где старая... Дерзкая... Найн, которым ты была знаменитая? Я не понимаю. Да хватит уже, Найн. Ты что, забыла, что ли, что у нас есть кое-какие важные дела, что нужно сделать? Да, я помню. Система... Ванилина. Которая должна возродить сверх... Суперцивилизацию, короче, и Гарлиум. Нет. Не это. Твоя настоящая работа. Мы должны спасти Землю. Ты помнишь? Я не понимаю. Послушай ты, Найн. Ты и я. Мы партнеры. Это просто жизненный факт. И наши друзья прямо сейчас. Они сражаются снаружи. Ты андроид. Ты можешь даже, возможно, их и слышать. Так что, хватит уже медлить. И пойдем с нами. Мы собираемся ступить в бой. И помочь им выиграть. Обнаружено сопротивление. Обнаружено сопротивление. Продолжаем сдерживание. Сейчас мы ее сломаем. Потеря крови обнаружена. Хоть это не жизненно опасно. Если я это оставить без лечения. Если оставить это без лечения. Найн. Если я что-то не сделаю с этим, то... Вы умрете, Кэп. Я не могу этого позволить. Найн, ты наконец в порядке. Передаю код всем единицам. Приказываю остановиться. Все-то нужно меня было подстрелить. Нормально. Я знал, что ты все-таки сможешь справиться в конце концов, Найн. Простите, Кэп. Простите за то, что... За то, что я сделала вам больно. Ой. Не переживай ты так сильно. Просто попытайся меня тут быстро подлатать. Если можешь. Ты же сама сказала, что это может меня убить, если мы ничего не сделаем. Верно? Да, но почему? Почему вы пришли за мной? Почему? Тебе действительно нужно спрашивать, что ли? Вы же сказали раньше, что вы чувствуете, как будто вы... Вы... Должны жить полной жизнью ради своих друзей, которых потеряли. Поэтому, почему же вы подчинились приказам Гардиума? Вы должны были знать, что если они вас схватят, то, возможно, вы не сможете убежать от них живым. Справедливость, знаю, замечание. Но я так же не из тех, что... Не отбрасывают свою жизнь. Как падающие шляпы. Если ты понимаешь, о чем я. Разве это не еще одна причина не повиноваться им? Так, а каким бы я партнером был, если бы я тебя оставил с ними навсегда? Никаким. Кэп, спасибо. Тебе не нужно меня благодарить. Я ничего особо не сделал. Мы друзья. И... Точка. Я просто, знаешь, парень, который нуждается в своем партнере. Нуждается в тебе. Поэтому... Что скажешь, если мы выберемся из этой... Тюрьмы уже? Это звучит замечательно, как он. Ты никогда не меняешься, Валер. Черт, этот солдат. Не называй меня так. Я не просто... Какой-то старый солдат. Это я. Ты помнишь, что я такой, верно? Гули. Это реально ты? Да. Ранее ты сказал довольно интересные вещи. Знаешь? Я не понимаю, что вы делаете. Я полагаю, что я неисправен. Когда ты ранее назвал мое имя во время боя, это действительно... Не знаю. Что-то резонировало в глубине моей души. Хотя стоп, он же андро и какая душа. Ну, короче, где-то глубоко внутри меня. Это заставило меня вспомнить все. То, что на самом деле я S3-4-2-9i. Андроид, который унаследовал... Любовь к скорости. Галбарса, Гули. Значит, практически это делает тебя похожим на Найн. Не так ли? Да. Позволь мне сказать тебе спасибо за всю твою помощь, Валер. Я привел тут кое-кого... Кого ты готов поспорить? Будешь рад увидеть снова. Здорово, Валер. Читос. Ну что ж, я думаю, теперь мы квиты. Ты уверен, что тебе стоит вот так нам помогать? Слышь, не пойми, тут неправильно. Ты и я, мы враги все еще. Причина, по которой я возвращаю тебе ее обратно... Это чтобы я... Это чтобы я перестал чувствовать себя в долгу перед тобой. И вернуться к тому, чтобы избить тебя хорошенько. Знаешь... Ты даже не знаешь, какое облегчение я чувствую, видя, что твоя личность все еще цела. А теперь давай, поспеши и залезай в свои мехи. Нет, теперь поспешите и залезайте в свои мехи. У нас кое-какое незаконченное дело еще осталось, которое нужно уладить. Не могу не согласиться с этим. Но я не знаю, где находится Вангнекс. Беспокойтесь, капитан. Он все еще цел. Можете быть спокойны. Воу, это же... Это Вангрейд 2. Че? Не могу поверить. Когда ты нашла время, чтобы сделать эту штуку. Ну, вообще-то это были вы тем, кто научили меня, что мы не... Мы не... Что мы не сможем никогда вернуть то, что по-настоящему потеряли. Так что я... Значит, ты его починила в тайне, да? Я не просто его починила. По действительности, я сделала некоторые фундаментальные улучшения в нем. А также... Ну как стать? У нас мало времени, Кэп. Вы, Читоса, залезайте внутрь. Быстро. А что насчет тебя, Най? Ты что будешь делать? Я найду у вас двоих и встречу с вами позже. Ну ладно. Окей. Но не задерживайся. Хм. Ускорение сейчас... Отличное у этого меха. Ты действительно хорошо справилась, Най. Валер, это ты? Да, это я. Найн сейчас быстро побежала кое-какое маленькое поручение сделать. Но у меня тут Читоса, я вернул ее целой, невредимой. Читоса. Ты нам не хватала. Я так рад видеть, что вы в порядке. Ну, полагаю. Тебе не нужно чувствовать никакой вины. Это Гардиан пытались манипулировать тобой. Да, но все же. Мы вытащили тебя, прежде чем они смогли что-то сделать с землей. Это самое важное. Сейчас нам нужно просто победить их, чтобы они оставили нас в покое навсегда. И как наш первый шаг в этом направлении, нам нужно дать бой определенному человеку. Ты что, готов драться или как, Валер? А ты нетерпелив, как я вижу. Как никогда. Да, я готов как никогда, Голи. Я дам тебе то, что ты хочешь. И еще немного сверху. Это то, что я хотел слышать, услышать. Это лучший мех, на котором я ездил. Теперь я могу быть еще быстрее, чем когда-либо раньше. Что именно я сейчас наблюдаю. Мы не уверены. Мы не ожидали такого развития событий. Мне это нравится. Мне это сильно нравится. Вы, Террен, никогда не перестаете быть интригующими для наблюдения в полубитве. Держись крепко, Четосы. Голи собирается наброситься на нас со всей силой. Поэтому мы дадим ему попробовать на вкус свое собственное лекарство. Если мы хотим, нет. Ну да, если мы хотим, чтобы мы его поведели. Ладно. Я сделал все, что смогу. Давай же начнем, Валер. Я сдую тебя быстрее, чем ты сможешь. Моргнуй глазом. Да. Эта миссия не заканчивается. Еще один сейв сделаем. На всякий случай. Так, Салат, Че за шляпа из кролика? Да, но моя цель-то любая, другая. Ладно. Так, Че, Голи, хочешь помочь? Сейчас мы дадим тебе это. Не откуда, а из Ямато, если что-то видят. Она тупо его призвала. Да уж. Есть здесь снова в этом мехе. Прямо навевает на меня старые воспоминания Голи. Как, когда мы с тобой сражались в первый раз. Да, я отчетливо помню этот день. Не беспокойся. Но в этот раз я собираюсь выиграть. Да, похоже, ты хочешь драться со мной так или иначе. Как ты вообще мог забыть то унижение, через которое ты заставил меня пройти? Я верну тебе должок. И еще сверху добавлю. Так, Голи действительно загорелся сегодня. Это действительно может превратиться в жестокую драку. 21к. Зы. Прекрасно просто. В чем дело, Валера? Я думал, что ты попытаешься быть быстрее, чем я. В этом и заключался план. Я полагаю, что для меня это слишком. Валера, смотри, вон туда. Может быть, я не могу сделать этого одиночка. Однако вместе с Найн. Это может быть совсем другая история. Хорошо, Найн. Иди сюда. Да, Кэп. Ей. Читосы. Мне нужно пойти с Найн на некоторое время. А ты разберись с Ван Греем, пока меня нет. Мои извинения, что я так долго, капитан. Мне понадобилось некоторое время, чтобы вернуть обратно в Ван Гнекс. А все нормально. У нас не хуже изнасилия здесь. Но теперь, когда ты тут. Мы теперь действительно можем перейти к делу. Согласна. Погнали. Валер, я давно хотел отомстить этому меху. Хорошо, что мне не нужно напомнить тебе, что это. Вовсе нет. Но, однако, в этот раз ты падешь, Валер. Мне, конечно, очень жаль. Разочаровывать тебя, Голя. Но, любая надежда на твою победу исчезла, как только Найн вернулась ко мне. О. Его выходная мощь. Больше, чем была раньше. Ну, мои технологии родом из Гарнио. Поэтому я решила внести некоторые улучшения в Ван Гнекс, пока я была на их корабле. Учитывая, что была я как разряда. И, собственно, эти улучшения, включая в себе новое вооружение, которое я сверху бросил, они должны быть достаточно сильные, чтобы сравниться с Мадиви Деги. Блин. Ты действительно выложилась на полный Найн. Хорошая работа, моя девочка. Валер, Найн. Я хочу пилотировать в Ван Грея 2 сама. Вы не против? Ну, если ты уверена. Я уверена. Я тоже хочу драться. Сражаться. Мы должны сделать и выполнить нашу часть, чтобы сохранить безопасность нашей планеты. Совершенно верно. Тогда, конечно, ты можешь сражаться. Сосредоточься на том, чтобы прикрыть меня. Похоже, ты почти готов вступить в настоящую драку, Валер. А то. Если ты хочешь жесткого и быстрого боя, то я с удовольствием дам его тебе. Хорошо. Ее. Это то, чего я хотел от тебя с самого начала. Я не могу дождаться увидеть, кто из нас быстрее. А то. Битва начинается. Ой. Кто быстрее? Да я быстрее. Ууу. А вот и новая атака. Давайте заценим. Вот. Играет музыка 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 мы встретились друг с другом и все это по-своему чудесно прощай, Голин мне больно думать, что друзья и люди, с которыми ты работал вероятно сотрут тебя из своих воспоминаний достаточно скоро но я тебя никогда не забуду ты был эгоистичным и вспомнчивым когда был в гардерне ну а ты просто пытался быть честным с самим собой и наконец-то уй не зря не зря Продолжение следует... 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 у меня еще один вход за 1 next 1 грей 2 да вот читоса наконец-то в конце игры мне дали ее тоже под управление 2 гг хотя я могу это сделать еще в начале читоса вырвалась из бухгалтерии на последние 4 задания хотя нет там еще как бы 20 дополнительных или чё-то примерно столько точнее помню так это у нас третий ход ну кораблю жопа в следующем году мы выиграли чем мы делали без своего танка и это на самом деле были бы вы широкие на кого ты блин бросаешься так так нет мочи если другого выхода нет я рекомендую вам терна тернов упорно что упорно отважились сразиться с великой супер цивилизацией гардена эй спасибо за комплимент знаешь я действительно очень много значит когда говорит никто вроде тебя нет ты солгал читоза украл свободу найм и просто хотел делать то что тебе вздумается в этом хаосе ээээ да нет я не позволю тебе вот так чтобы все сошло с рук так возможно назвать тебя ну тот кто бусует была некорректно с моей стороны сам а ну короче возможно назвать тебя собакой не было правильно с моей стороны собаку по крайней мере можно дрессировать чтобы она не лаяла в компании своего хозяина и я сдаюсь наверное очевидно что бы я ни сказал это никогда не поможет ему передуматься тогда позвольте мне поговорить с ним сейчас знай это альфорс кэп и я ээээ эээ находим то что ты пытаешься сделать совершенно отвратительным как ты смеешь мне так и отвечать ты должна быть терминалом для системы ммм не ванилина найм не твоя она ничья она всегда будет моим партнером кэп вот именно на моя рода я думаю что наше время наконец-то пришло на пришло время чтобы ты и я иван прикончили но этого гаррина уже раз навсегда да давайте еще один концентрат все легко и понятно если ты не будет не пропускал бы ни одного стрима но учитывая что ты приходишь на один из пятидесяти стримов то само собой это ничего не будет понятно посмотреть две секунды потом посмотреть две секунды середины анимешки потом еще что ты хоть я сам виноват начнем следующую часть попытайся на ней всегда присутствие все будет понятно так альфорс я иду за тобой ты пойдешь от моих рук действительно стыд слышать что ты выражаешь такие чувства после того как провела столько времени с гальдином я ошибался думаю что у тебя есть потенциал несмотря на я стою вниз на то что ты низкая я не низшая я просто вспомнила что у меня были свои мысли того что я должна делать и теперь я собираюсь отомстить тебе за то что ты меня использовал и еще один на нашу ммм а от с а у а с по а э этого не может быть это неправильно если я проиграю здесь миршим ничтожным террином кто вернет гардену былую славу дайте тоже вражеский флагман замолчал командир еще конец игры конечно во всем этом есть определенная печальная ирония мы группа отчаянных людей пытаешься спасти землю от ее собственной кончины только что одолели человека который пытался примерно то же самое сделать их планета тоже на грани разрушения я ни граммы удовольствия не получаю от этой от этих боев если кто-то хочет напасть на землю и любую другую планету ради своих собственных эгоистичных целей я всегда буду бороться конец смотрите все остальные тоже взорвались они скорее всего настроены на самоуничтожение если их хозяин когда-нибудь умрет я так думаю а стопа еще не все так падение структуры на город оценивается с секунды на секунду приготовьтесь стрелять из волнового двигателя немедленно приготовьтесь стрелять из волнового двигателя небо падет падает она действительно падает как ты смел вовлечь таких детей как она в твоих планах десла оставить их просто вот так эта планета не принадлежит тебе ты не можешь просто избавиться от них и от нее когда ты просто устал какое у него лицо прямо как пека окита уверен что вам стоит это сделать у нас нет другого выбора волновое орудие это единственное что может избавить нас от нечто такого огромное нет я имею ввиду впоследствии целиться на падающую структуру я не могу нацелиться она слишком быстро падает не беспокойся помощь на подходе скорость она резко замедлилась как то вообще возможно с помощью и лс они наверное почувствовали то что мы ощущаем и пришли помочь нам они наконец-то поняли нас даже большой и лс присоединился кажется атака вражеского города крепости кажется они атакуют кажется атакуются у раз и город крепость противника в точке лагранжа десла ты призял веревку к своей собственной шеи тебе больше никого винить кроме себя лейтенант куда и сейчас да сэр и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Падающая структура была уничтожена Мы спасены Ямато Мы сделали Барбус теперь будет в порядке Не могу поверить, что мы действительно это смогли сделать Да Я рад, что мы справились Граждане, что находятся здесь Никогда не были настоящими врагами А насчет Деслера Что с ним? Город-крепость Кажется Слилась с большим ЕЛС, который Он сражался И вот так Великий Император Гомилианской империи Потерял Нет И вот так Великая империя Гомилиан Потеряли своего императора Да Но теперь Борьба прекратилась Из-за этого Тогда Единственное, что осталось Теперь сделать Совершенно верно Время Идти на Искандер Отправиться на Искандер Командир Каковы ваши приказы, сэр? Скажи всем единицам Вернуться обратно на корабль Мы действительно Собираемся Направиться в сторону Искандера сейчас Да, сэр Значит, наконец-то Время Все будет хорошо Кэп Я уверен Да, но Искандер Был тот, кто Все будет хорошо Правда Все будет А ты Гладишь Действительно Очень уверенно Ну Если ты Чувствуешь Что все хорошо То я тебе доверюсь Мы же партнеры И именно это Мы должны делать Какая же она няша Да, но Что это вообще значит? Ну Война между Гардем Искандером Происходила Несколько Тысячелетий Назад Верно? Верно И этот парень Афонс Как-то смог Сохранить Свою жизнь Все это время Когда Флот Покинул Галактику Может быть Я полагаю Что Скорее всего Он был в Криосне Да Это Все равно В этом все Очень сложно Поверить Если честно Я всегда Думал Что Искандер Это Подлинное Общество Миролюбивия Однако Сейчас Я даже Не знаю Я не могу Сказать Наверняка Но Я знаю Что Когда я Была С Гардианом Они Показали Мне Изображение Как они Сражались С Гардиан Вот почему Ты знаешь Вот почему Ты не могла Довериться Мотивам Ямато Юриш А ты можешь Что-то сказать Насчет этого Не сейчас Вы узнаете Правду Когда доберемся До туда Ладно Справедливо Всегда Лучше узнавать Все из первых рук Совершенно верно Мы уже совершили Путешествие На 168 тысяч Цветовых лет Мы должны Довести Это до конца Согласен Мы должны Продолжать идти Мы не можем Здесь остановиться Сейчас Значит Предположительно Раньше До всех Сражений Гардиан Была цивилизация Что процветало В этой галактике Да Но потом Все что осталось Это 8 флот Что именно Такой Что именно Этот 8 флот Это Легенда Известная По всей галактике Что когда Гардиан Были уничтожены Был один Флот Который Выжил Никто Однако На самом деле Не был Свидетелем Последнего Момента Гардиану А потом Они якобы Сбежали В Млечный Путь Не имея Более Лучшее Место Куда Можно Пойти Теперь Вспоминаю Мой Отец Кто-то Сказал Мне Что Эскадрилья Отправленная В Млечный Путь Также Пыталась Расследовать Потерянный Флот Гардиан Это Вероятная Причина По которой Дезл Дезер Дезлер Силой Вошел В Млечный Путь В попытках Выяснить Что с ними Случилось Тогда Присутствие Девять На земле Увеляется Знаком Того Что Гардиан Были Там Раньше Они Были Теми Кто Ее Создали Возможно Я Полагаю Что Несколько 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 Раз Когда Занимаюсь Своими Исследованиями На луне Да Ну а что Насчет Альфорс Он Он Кажется Не Был На земле Был ли это До После Нападения Гамилиум Трудно Сказать Но Могу Поспорить Что Гардиан В какой-то Момент Покинули Землю И Как Только Ямато И Найн Попали Сим На глаз Они Решили Выйти Из Пространственного Разлома И Начать Преследовать Нас Действительно Поэтому Я Думаю Что Межпространственные Технологии Перемещения Гардиана Очень Развиты Вот Почему Они Хотели Украсть Волновой Двигатель Сиамата Чтобы Они Смогли Засовершить Свою Систему Реконструкции Исходя Из Того Что Говорил Альфорс Система Чтобы Восстановить Целую Цивилизацию Снова И Даже Не могу Представить Как она Выглядит Вероятно Это Было Возможно Если Они Смогли Выяснить Инженерные Возможности Найн Но Учитывая Что они Еще Хотели Колонизировать Землю Из Неокоррект Центре Чтобы Сделать Ее Своей Новой Родной Планетой Вероятно Это Позволило Им Восстановить Окружающую Среду Но Не то Что Это Действительно Имело Значение Сейчас Да Гардино Больше Не стояло И Мы Практически На расстоянии Плевка От Искандера Наконец-то Нам Нужна Система Реконструкции Гардино И мы Спасем Земли Во секторах Измерения Он Прав Мы Можем Это Сделать По-своему Най Кэп Я Обещаю Что Я Рассмотрю То Как Ты Была Создана И Все Остальное После Того Как Мы Вернемся Домой На Землю Что Не Будем Заглядывать В Прошлое Если Ты Против Хорошо Спасибо В любом случае Кэп Нам Стоит Прекратить Эту Беседу Вам Нужно Пойти Поговорить С доктором Саду О Господи Ты Права Я Ранен Я Забыл Что Я Был Очень Сильно Довольно Ранен Теперь Как Ты Упомянула Что Раньше Это Не Болело Но Вот Когда Ты Об Этом Вспомнила Вам Стоит Опереться На Меня Что Опереться Тут Даже Залезть Залезть На Тебя Почему Ты Повернулась Спиной Ко Мне Ты Что Пытаешься Сделать Найн Я Намеренно Вас Понести Понести Меня Ты Чуть Серьезно Что Ли Тебе Лучше Поспешите Залезть Уже Валер Да Тебе Не стоит Заставить Заставлять Ее Ждать Я Уверен Что Она Может Тебе И На Руках Понести Если Ты Предпочитаешь Не Я Я Пас Ладно Я Залезаю Давайте Поспешите Если Можете Ладно Ладно Вот Я Залезаю Ты Че За Блин Ты че Ревнуешь Или что Не завидуешь Что Не Вовсе Нет А Че Б Это Мне Я Просто Подумал Что Приятно На это Посмотреть Правда И что Заставило Тебе Это Говорить Но Когда Я Была С Гардиум Я Была Окружена Лишь Андроидом И Повсюду Некоторые Некоторые Из них Могли Вести Себя Более Независимо Чем Другие Но Никто Из них Не мог Даже Сравниться С Девять На Чуть Похоже Она Еще Более Особая Чем Она Является Уже Это Вероятно Не Совсем Врожденная Держу Поверь Что Воздействие АГ Спейс Форс Помогло Ей Такой Стать Ты Действительно Так Думаешь Можете Закончить Этот диалог Уже Да Она Зашла Так Далеко Как Андроид Потому Что Вы Ребят Поддерживали Ее При Каждом Шагу Возможно Ты Права Вот Почему Альфонс Альфорс Хотел Так Отчаянно Вернуть Обратно Найн В конце концов Ладно Ребят Мы Наконец-то Взлетаем На Искандер Так что Всем Встать На свои Боевые Позиции Хорошо Конец Этого Путешествия Наконец-то Близок Да Наконец-то Пришло Время Блин Это Слова Снэйка Сейчас Как Минем Как Написано Инглийском Это Долгий Путь Путешествие Что Длилось 168 Световых Лет И Наконец-то Мы Пересечем Финишную Прямую Мы Почти Пришли Земля Просто Еще Немного Подожди И Мы Наконец-то Будем На Искандаре Как и Обещали Потом Мы Повернемся И Направимся Обратно Домой И Мы Спасем Тебя Мы Так Близки Наконец-то Ну все Продолжение следует Продолжение следует...